доброе утро у нас дождь так приятно во дворе прохладно люблю осень наверно только из-за божды все сделаем масочку с утра пенка какая-то в литочке на сначала грядет пенкой надо очистить лицо а потом любую маску накладывать на днях делала тканевую маску сейчас чистая линия скраб что тут у нас гель скраб маска приводном хорошо пока маска будет работать на лице я пойду чай заварю такую погоду только чай пить интересно у моих там дождь идет сегодня еще не списывались ой постоянно забываю снимать цепочку постоянно мне потом она вот то в глине то непонятно в какой маске но как будто я это сейчас смогу сделать все панды панды все это мы тоже сделаем все это мы тоже сделаем заваривать чай чай заварю я уже буду читать так ну и в конце крем тоже помысл лицо так стянула маски крем тоже вали . даже люблю слушать как капли по навесу бьют самая прекрасная осень чаще листья начнут желтеть падать и когда гуляешь по парку по лесу этот запах листья на земле не знаю мне аж голову кружит от этого запаха чтоб не искушать себя конфетами пол ложечки меда и что он затянуло значит дождь будет целый день меня это радует сад огород я свой забросила вот эта роза метра два наверное гигантская на полметра выше меня так всем попила чаем приготовила супчик нарезала яблоки в сушилку пойду гладить на всякий случай стульчик сзади вообще сидя гладить не люблю ну так если ноги устанут дни рождения закончились надо собирать уже скатерть убирать у меня уже чемоданное настроение москвы же собралась еще месяц если все получится конечно начале октября поеду а я уже потихоньку крем для рук в магазине была маленький купила думаю так дорогу но основная причина это конечно еду я к врачу я повторами повторами два месяца назад была ортопеда москве у меня изготовила нету сейчас еду на корректировку что-то два месяца бегала было удобно в лангете а сейчас проблематично стал ну а там совещу полезность приятным конечно как можно быть в москве не побывать в театре у сестренки там сынок маленький сколько нам два годика с ним понянчусь все скатерть готова расскажу наверно его немножко о себе так скажем познакомимся поближе родилась я чечне в грозном школу закончила до девяносто четвертого года мы жили в грозном там-то не то что с военными действиями мы переехали месяца на четыре раньше потому что там обстановка уже была неспокойная мамин и друзья с работы говорят надо уезжать потому что будет нехорошо помогли продать на дом а на тот момент чтобы вы понимали уже цены за дом не давали ну мама друзья хорошие были были остаются помогли продать дом перевести сюда деньги но девяносто четвертом году переехали конечно первые два года были очень тяжелые пока привыкали менталитет другого народа уважение к старшим после грозного тут вообще все все по-другому абсолютно когда идешь и видишь там девочку велосипедках или мужчину в шортах это конечно шокировало первое время первые два-три года потом уже конечно ко всему привыкаешь но первое время я мы приехали ну я первое первые два-три месяца папа дом построила естественно окна мыло ну короче дома порядок наводила не работала а мама с кариной еще оставались в грозном ну мама там с работы нужно было все закончить чтоб спокойно переехать а я когда вышла на работу у меня вещи были ну кофты закрытые такие юбки все длинные были у меня женщина спрашивает ну или на у тебя чем ноги кривые я говорю почему вы так решили ноги вроде ровный всегда она говорит а почему ты все время в коротких юбках короткие вещи не носишь в длинных юбках я говорю у меня нету коротких юбок у нас нельзя вам носить сейчас уже привыкли сейчас уже в брюках ну я из-за из-за ноги в брюках хожу ну сейчас уже мне и мама брюки одевает раньше конечно это бывает зря да вон и сейчас уже здесь очень много над сменом когда первый раз приехали мало было на смена в основном русские были сейчас уже как будто никуда не переезжали из чечни из дагестана а мы когда сюда переехали ну если я видела черных скажем так кавказцы думала что все армяне я живу в иноземцево это сколько 7 километров от пятигорска посел я думаю ничего себе сколько много армяне потом узнала что то не армяне а греки были раньше думала что греки живут только в Греции иноземцы вообще по большей части греческий поселом вот так потом приехала карина с мамой и уже начали как-то налаживать жизнь здесь мама конечно первое время вообще чуть ли не плакала домой хотела тяжело очень тяжело было привыкать все друзья остались в Грозном это нам детям что после школы родитель когда мама с папой всю жизнь в Грозном прожили мама родилась в Грозном у меня бабушка в 17 лет с деревни переехала ну замуж вышла в Грозный и мама там родилась потом поженились когда с папой папа переехал к маме в Грозном жить всю свою жизнь мама до 40 лет она жила в Грозном понятное дело все друзья там все осталось там 40 лет это очень тяжело все работа хорошая осталось там а сюда переехали куда здесь работать идти не знакомых не друзей как в Грозном она хорошую работу это естественно через знакомство ну короче начинала все с нуля 30 лет сидела в кабинете а сюда пришла и на рынок а здесь кроме рынка вообще работы нигде нет как раз тогда эти черночники только пошли это Турция Трабзон и вот мама занималась вот такими челночницей короче думала у меня мама вообще такой человек очень сильная женщина очень все бросить и тут с нуля начать сначала построить дом выучить детей и до сих пор нас держит вот так это сказать вот как птицы держат вот так вот своих деток вот так что туда вот大 так что мама нас хотя мы уже далеко не дети уберегают нас以及 я поработала сначала работала продавцом у знакомых в магазине это не очень понравилось у меня такой возраст был невеста короче было познакомилась тут с мальчиком грознинским тоже армянин сашка дело шло к свадьбе и мы попадаем в аварию сильную такую аварию давайте сяду расскажу почему у меня проблемы с ногой девяносто девятом году я попала в аварию за рулем был этот момент мой жених разбились мы авария была серьезная сашка погиб я попала с ожогами с сотрясением тяжелом состоянии пятигорскую краевую больницу пятигорскую первую больницу пролежала я там месяц не пролежала этом две недели вещи плохо помню давно это было пролежала этом две недели состояние было крайне тяжелое в ставрополь нас не выпускались ставрополь у нас ну краевая центральная больница не знаю почему не выпускали может из-за того что боялись что не довезут ну не столь важно уже сестра на тот момент работала в прокуратуре и вот через помощником работала его через прокурора она мне выбила машину ну чтоб разрешение чтоб меня отвезли в ставрополь поехали мы ставрополь у меня там лечили месяц и залечили до такого состояния что у меня начался сепсис это не знаю сколько мне три-четыре дня трусила на койке ну врач уже говорили родителям увозите и везите по бабкам короче медицина тут бессильна мама позвонила у меня дядька на тот момент жил в арзамасе ну мама позвонила на ближайшие родственники дядя конечно объяснила ему всю ситуацию они привезли мне с нижнего новгорода врача мама плачет там ребенку плохо ребенок умирает ну дядькина жена тетя маша говорит плакать будем потом сейчас надо что-нибудь решать и вот через дядь гарика знакомых у него был по моему если я не ошибаюсь профессор барана он ему порекомендовал как молодого специалиста сан саныча моего врача вот они нам привезли этого врача мама вспоминали недавно мама говорит я его когда первый раз увидела ему на тот момент было тридцать четыре года а выглядел он намного моложе она говорит кого дядя гарик привез кого гарик привез но все равно когда видишь там образ врача такой седой строгий дядечка но которому больше доверия а молодые врачи молодые специалисты ну как-то не очень им доверяешь но у меня сан саныч посмотрел в каком состоянии говорит отсюда и увозить надо однозначно все что могли эти врачи сделали вере не сделали натворили а там говорит ну стопроцентная гарантия вам не даю что будет жить но попытаться всегда нужно мы полетели в нижний в ней нижний институт ожоговой терапии травматологии по-моему так он называется поехали мы всей семьей лежали лежала этом месяце лежала в ставрополе и пять месяцев я лежала в ней не сделали на тот момент 8 ринопластик короче сам сам сделал все возможно и невозможно чтобы поставить меня на ноги до сих пор мы с ним на связи переписываемся вообще там врачи другие медсестры более как-то ответственно что ли относится к больным я там такого навидалась это приехали мы домой как сейчас помню выписали меня 3 1 марта приехали домой два месяца я еще дома полежала отходила от всего этого ну я тут девушка активно после полугода закрытом пространстве короче за два месяца я встала на ноги конечно при уходе семьи сестренка вообще дай бог всем такую сестру мама меня опекала не знаю как все у меня мама такой человек то что она моя мама и так люблю я просто уважаю как человека ну ладно через два месяца я опять села за руль никакой боязни как говорят вот в аварии разбилась там боязнь перед машиной садиться за руль меня вообще такой боязни не было села я за руль но когда мы разбились второй раз рулем была моя подруга естественно только получила права водительского стажа у меня не было опять на два месяца я попала в больницу попала в больницу не еще повредила левое плечо контрактура до сих пор осталось не разработал и ну вот после этого у меня проблемы с ногой не после 2 после первой операции потому что стопа у меня сгорела у нас при аварии при столкновении машина взорвалась и со стороны водителя было пламя очаг возгорания скажем так и у меня левая стопа и вот теперь постоянно ищу хорошего ортопеда на кавминводах это нереально у нас нету врачей которые смогли бы сделать нормальный тут и вот и ездил эту в армению то в питер то в москву вот последний раз съездила месяца два назад в москву сама нашла в инстаграм ортопеда списалась с ним он говорит приезжай все сделаем вроде сделал все нормально два месяца побегала и нога просто проблематично постоянно ее нужно корректировать и вот еду в москву вложили такая спокойная мне ребенок пишет вали . пишет тетю мы домой выехали а мы их завтра ждем он не только на обед суп все надо бросать иглажку бежать готовить что-нибудь вкусненькое сказала только выехали но это поздно вечером будут дома это быстренько салатик сделал с картошкой что-нибудь придумал вкусненько и думала сегодня так супчиком обойдусь получилось уже завтра свеженьким чуть вкусненько ну все я побежала нужно получится мне еще сильнее снять что-нибудь или нет что я какая-то несимпатична ну попрощаюсь на всякий случай спасибо что были со мной до свидания